всем привет ну что вы заметили как я похудела правда в килограммах я не очень много сбросила но все-таки сегодня у меня такой летний аутфит я в палеточках телесных джинсах бюлфренда которые на мне немножко даже повисли раньше были в аптеке гонщик которые я купила в италии и моя гордость мои усики которые я сделала сама и у меня даже есть мастер класс для тех кто его не видел я оставлю ссылочку здесь и внизу под видео вот эти шарики разного размера бусинки я обтянула хлопковой тканью и тоже очень разные чтобы создать такой летний эффект пэчворка разноцветных таких оттенков радостных и вот наконец-то сегодня кстати первый раз когда я их выгуливаю за этот год потому что лето у нас как вы знаете не было и вот только-только сейчас я пришла в пассаж сейчас зайду в мехальный грин чтобы забрать новиночку которую я получила я заказывала себе одно украшение сейчас я вам его покажу ну вот я зашла мой любимый мехальный грин и вот посмотрите какие новинки одна лучше другой и все с кистями вот это какая-то розовато-палевая сиреневая со стразиком сваровский и очень красивыми вот этими штуками мне кажется это показывала уже но вот теперь вот такая вот зелененькая салатовый фиолетовый и зеленый изумрудный цвет всюду бусинки потрясающе красиво смотрится вот это украшение которое получила я она не на цепочке она на бусинках и вот как красиво тоже здесь вот это металлические ажурные переплетения ландыши и переход в такую тоже палевую цвета соломы кисточку золотистую вот бирюзова такая голубая и две таких сереневато-синих тоже немножко разные здесь вот такой вот стразик вот это вот тоже очень красивая вот но в общем сейчас я померяю вот это вот свое которое купила приближая в режиме макросъемки немножко покажу вам как обычно все неземной красоты что я получила и вот сейчас я примеряю я показала все новинки с кисточками а сейчас вот хочу показать вот это еще раз вблизи видите по моему она даже к этой кофточке моей подходит правда очень по моему можно даже те гусики поменять на эти эти и другие хороши спасибо большое ладно до следующего включения на моей диеты я должна есть последний раз в шесть часов вот сейчас сейчас уже 6 20 я оказалась в городе спела поездить срочно решила забежать в стопан здесь такая уже распродажа вовсю идет и возьму что-нибудь такое в буфете не больше чем 250 грамм да я никак не могу приспособить а вот так вот надо просто прямо перед собой держать эту палочку классно а потом можем пройтись еще немножко по музеям чтобы еще посмотреть получила я финскую аудиторию на 2 года решим венскую можно теперь ездить не знаю когда поеду очень много дел и не странное дело из-за которого я в общем-то решила возможно пропустить сентябрьский отпуск до следующего включения так ну они мне там как-то запретили снимать поэтому я не буду уже покажу что я куплю ну вот побывала я в буфете вышла оттуда там кстати поменяли интерьер он стал как-то хуже не знаю не очень мне понравился и сейчас я вам покажу что я купила вообще по этой диете я должна есть несколько раз в день 5 или 6 раз но объем пищи не должен превышать 250 грамм и даже по этому поводу я прикупила весы обязательно вам их покажу в следующем влоге ну и вот в этом обеде буфете я купила и по количеству грамм получилось ну чуть больше порядка не 250 а 350 но так как я собираюсь еще ходить сегодня еще не иду домой я надеюсь что растрясуете 300 грамм вот поэтому я думаю что нарушение такое страшное сейчас покажу что купила ну вот из мясного я купила вот эту тевтелину из говядины запеченные овощи вообще диетолог сказала что лучше выбирать все зеленое но я решила это разнообразие красненькое и вот возможно вот лишнее это вот эта фунчоза потому что ну это можно сказать не овощи они добавляют чуть-чуть сахара но я подумала что в общем чуть-чуть все-таки можно себя побаловать все-таки мне не наподел и обошлась эта вся где-то 310-315 грамм получилось и 325 рублей в переводе на евро это 5 евро да 5 евро долларов сейчас не соображу 5 евро в долларов на и на 6 вот там зашла в товаре для дома нравится мне вот такие кружки для путешественников с флагами всех стран мира а вот с дорожными знаками а вот а это со знаками зодиака ну вон они здоровые и стоят но мама дорогая 2 250 а вот карта мира футбольной гигантские наверное для них можно точно обойтись хотя вот если например ребенку подарить такую кружку то наверное он выучит страны и будет знать географию хорошо это очень важно а вот это познавательные кружки видите можно и человека изучить чего только не придумают вообще не знаю я бы не испытывала удовольствие пить из такой кружки да мне больше всего нравится карта да флаги мира тоже будешь знать хотя вот есть и цветочки еще вот красивые тоже конечно а это что такое а это физика наверное все что касается атома обучающие кружки я написала вот это какая красивая пластиковая люстра и вот она пластиковая она минуточку стоит 50 тысяч это ну примерно 850-900 долларов а теперь вот 40 тысяч ну это какая-то дизайнерская в принципе красиво вот вообще у финнов всегда все лаконично и такое холодное видите просто скрученная такая проволочка и на минуточку цена 15 990 а вот этот фонарик алюминиевый и там кстати вот видите внутри тоже все скручено стоит 8 948 ну а вот этот такой большой и красивый стоит соответственно 27 990 ну а одним фонариком если мутить что называется такой стиль не отстреляешься там на заднем плане люстра а вот я хочу показать вам вот этот лаконичный светильник вот словно загнувшийся сосулька а стоит наверное не слабо эта сосулька конечно 15 790 и это со скидкой 20 процентов и тоже такой вазончик короче скандинавский стиль всем известна марка одежды из игуаль но не все знают что они выпускают еще и постельное белье полотенце и вот такие вот махровые халаты такие же пестрые с такими же цветами и тоже наверное по цене немереные ну конечно этот халатик стоит 8 390 ну красивый конечно многие люди кстати не любят пристрящие эти мотивы а мне лично нравится в принципе я обожаю деревенский стиль такой пододеяльник в цветах и подушки всех местей каких только нет хотя вот такой вот лаконичный мне тоже нравится но у меня дома вот такой стиль я бы его назвала немного мужским и белая вот простынка а у меня вообще дома еще все простынки приближенные вот к такому цвету серо-бежевый они всегда выглядят свежими и чистыми я не знаю кстати я забыла сказать что когда ты ешь ты не должен запивать ну вот например ты поел и не должен пить чай после этого или кофе жидкость желательно принимать за час ну хотя бы за полчаса до еды или через полчаса или через лучше час после то есть вот я сейчас поела и ничего не взяла ни чай ни кофе я дома выпью какой-нибудь типа пустой чай 12,990 в такой момент уже застухи это итальянские сумки точно какие-нибудь картинки у меня хотите сделать себе модные часы сами возьмите любой циферблат любые часы и привяжите к ним тряпочки которая вам нравится дают вам что называется модные тренд в стиле москина многие дизайнеры так делают тряпочки у меня там длинный ключ наверное такие носили индийцы древние нептяне они бы выпали в осадок вот вот наса нас 5 наса 6 тысяч в общем 200 долларов тоже очень необычное и нежное украшение даже непонятно из чего а это бисер бисер как цветочки такие белые с мятным оттенком с разбеленным матом мятным оттенком очень красивый это клипс очень нежный серебряная проволока это в принципе можно сама говорить такое посмотрите какие красивые буквы босоножки 293 тысячи скидка 54 процента стоили 6500 практически висер с указанным техникам вообще делается очень-очень сложная работа ручная вот такие босоножки на среднем таком кубочке это по моему Рио Роса это марка Пугачевой такие очень классные босоножки жалко лета у нас нет вот так прямо бы сразу схватила да они бы не залежались и вот эти мне тоже нравятся видите эти вообще дешево дешево стоят 72 процента скидка вот стоили 7000 а сейчас 2000 без 10 рублей голубенькие с голубыми джинсами вот видите я даже сейчас такие очень симпатичные вот не очень блестящие такие замкнённые голубые стразики во крае все время хочется купить что-то для этого опять вспоминаю что его нет вы не поверите меня третий раз эвакуируют из галереи как только я прихожу сюда какой-то придурок звонит и говорит что галерея зламинирована звучит следующее объявление объявление для сотрудников что мол типа типа сверим часы московское время такое-то на самом деле это начинается эвакуация уже в Питере все это знают все мои всех моих друзей уже я не знаю несколько раз эвакуировали меня лично третье можете себе представить помните я показывала аутфит плащи так вот меня как раз эвакуировали и я с третьего захода можно сказать его только купила о господи народ уже выустрованный все эвакуируются поставили металлоискатели на входе но это не помогает все равно если поступает звонок что здание заминировано всех обязаны эвакуировать и народ уже это знает ну может только приезжие и не сталкивались с этим ну вот такая вот у нас развлекуха нынче питерская и вон уже все знают вот на лестнице все народ все уже знают что эвакуация началась ну ладно до следующего включения ну вот сейчас вся эта толпа слонит метро так что буду штурмовать сейчас метро вообще это конечно не может еще полно туристов вот видите особо состоят всех привозят в галереи ну потому что это неправда лучшее место для шопинга было было с некоторых пор нет ну надо же уже третий раз меня эвакуировать я просто даже не могу нет я поняла надо ходить в десять утра потому что в десять утра когда магазин еще не заполнен они не звонят они звонят всегда когда уже вот к вечеру идешь после работы и ну ладно зато деньги целы ничего не купила все все осталось в кошельке и паспорт ну что на сегодня наверное я буду заканчивать так давно я его планировала немножко по другому закончить хотела зайти в кошку пить средства для волос но как видите не судьба не судьба ну ладно всех люблю пока пока и до встречи в следующем видео увидимся совсем как видите все уже привыкли поэтому быстро просто мгновенно появляется вот эта ленточка все оцеплено звучит объявление и народ двигается в сторону из галереи да здорово видите у нас даже летом девчонки все в черном ходят а сегодня у нас лето видите вон ограждения вот эти вот желтые ой господи